Оргкомитет Россия 2018 обеспечит существенную пропорцию билетов самой дешевой четвертой категории на матче Чемпионата мира по футболу для граждан Российской Федерации. Всем привет, друзья! В эфире «Даешь Мундиаль 2018» и мы начинаем. Минимальная стоимость билета на матч для гражданина нашей страны составит 1280 рублей. Продажа начнется после жеребьевки финальной стадии турнира, которая состоится 1 декабря 2017. Цены объявлены, сейчас сложно их пересмотреть. Что касается квоты, то мы обсуждаем соотношение и пропорции билетов внутри категории. Будем продолжать это обсуждение и постараемся сделать билеты максимально доступными для наших граждан. Совершенно точно мы обеспечим существенную пропорцию билетов четвертой категории и их доступность. Мы можем только рекомендовать и представлять свое видение. В то же время само величие турнира диктует определенные ценовые параметры. Они всегда оставались в схожих рамках на всех чемпионатах. Ожидать радикального внезапного снижения цен было бы неправильно. Траву на поле Ростов-Арены начнут сеять уже в июле. Оборудование для ухода за газоном должны привезти из Москвы не позже сентября. А вот с оформлением к Мундиалю Ростов, по мнению Василия Голубева, заметно отстает. Глава региона провел заседание Оргкомитета по подготовке к Мундиалю. В Донской программе подготовки к Мундиалю 29 мероприятий. Большая часть реализуется в срок или с опережением. Главный спортивный объект Ростов-Арена готов на 80% и откроется 1 ноября. Футбольное поле принято засеивать в сентябре, но у нас это сделают раньше, чтобы к его качеству, в отличие от питерской арены «Зенита», претензий не было. На Ростов-Арене будет живая трава, а не рулонный газон. Есть примеры, когда после этой работы газон в определенных местах не является качественным. Может быть, вы слышали высказывание одного из известных футболистов, который сказал, что он почувствовал некоторые нюансы в качестве газона. Поэтому причина простая. Просто рулонный газон может не прижиться. И там, где он не приживается, он, наверное, высыхает. А это значит, этот кусок или этот участок нужно менять. Сеять живую траву будут на всех тренировочных площадках Ростовской области. На Азовском стадионе Лакомова это сделают в сентябре. Объект сильно отстал от других из-за нерадивого подрядчика. Контракт с ним уже расторгнут. Мелочей в подготовке исторического мероприятия быть не должно, подчеркивает губернатор. Это и волонтеры, хорошо знающие историю края, и удобные транспортные маршруты, и обязательно насыщенная культурная программа, плюс английский язык. Вот у нас один таксист в Питере, кажется, да, в Питере или в Казани, боюсь ошибиться, вообще так водил языком, что не мог ни слова сказать с иностранцем, который сел, и отвез его совсем недалеко за 50 тысяч рублей. Тут с удовольствием отдал. У нас люди предприимчивые на юге, значит, они и совсем не повезут, а деньги возьмут. Но я обращаю внимание на то, чтобы мы с вами эту часть отрабатывали. Для всех журналистов, независимо от аккредитации, губернатор поручил создать пресс-центр. О том, что Ростов-на-Дону принимает Мундиаль, уже сейчас должен знать каждый гость города. Пока город Ростов не принимает чемпионат, потому что оформления отсутствует ноль. Оформления просто нет. Поставили трех забивак в разных местах, там, через каждые два километра, и больше ничего туда, ничего не видно. Ваша задача, значит, 70% оформления города к чемпионату должно обеспечить в этом году. Наводить чистоту и порядок в Ростове нужно не только в центре и на левом берегу. Губернатор поручил каждому району Ростова подготовить свой план благоустройства до 1 августа. Бразильский взгляд на донской футбол. В преддверии Мундиаля латиноамериканский фотограф К.Е. Велела приехал в Ростов, чтобы изучить повадки местных спортсменов. С камерой наперевес практически с песка Капакабаны отправился на донской песочек на левом берегу. Его имя известно во всем мире. Это фото-журналист, который сотрудничает с ведущими изданиями мира. Путешественник и журналист посвятил 14 лет своей жизни созданию альбома реального футбола. В объектив Каю попадают дворовые команды или детские клубы. Снимки делаются на фоне городских достопримечательностей. Эта идея пришла ко мне в 2003 году, когда я был в Иране, и я случайно сфотографировал детей, играющих в футбол, в очень живописном месте. После этого я решил, что найду в мире такие интересные места и поделюсь ими со всеми. В этом году фотограф успел побывать на Дальнем Востоке, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Очередная остановка – Ростов-на-Дону. Мне очень нравится Ростов. Это красивый и гостеприимный город. Вся жизнь здесь идет возле реки. Я в восторге. В нашем городе бразилец был поражен, насколько дети любят футбол. Мальчишки гоняют мяч в любом месте и при всякой погоде. Юные донские футболисты, узнав, что они будут позировать знаменитому фотографу, старались играть, как настоящие бразильцы – эмоционально и красиво. Ну, потому что это фотограф. И он снимает матчи. Какие матчи? Ну, там, где играет Барселона. Тебя фотографирует бразилец как-то. Эмоции-то есть? Чуть-чуть так есть, да. А какие? Что? Посильнее, покрасивше гол забить? Да. К настоящему времени Каю Вилела объехал 105 стран мира. И в его коллекции фотокадры живого футбола из Африки, на берегу Тихого океана и Англии. В своих работах фотограф пытается изобразить уличный футбол, как самый доступный вид спорта в мире. Кстати, Каю, как истинный бразилец, очень любит футбол. Любимый клуб – Каринтиас из его родного города Сан-Паулу. Мы воспользовались ситуацией и спросили, за кого будет болеть Каю, если когда-нибудь его родной клуб сразится с ФК Ростов. Если игра состоится, я буду поддерживать Ростов. Я сейчас больше увлекаюсь детским футболом. Я больше за страсть и веселье в футболе. В России планы у фотографа масштабные – посетить города от Петербурга до Владивостока. По итогам визита журналист планирует организовать выставку и издать фотокнигу. Благодарим за помощь в подготовке сюжета ростовскую дирекцию по подготовке к Чемпионату мира 2018. Стадион СКА демонтирован уже на 80%. По темпам реконструкции спортивного объекта и обустройству главной части арены футбольного поля со строителями недавно пообщался первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. В ходу глобального ремонта будущей тренировочной базы команд участниц Мундиаля повышенное внимание. На месте трибун – руины. На поле – строительный мусор. Армейскую арену уже практически сравняли с землей. О легендарном для области стадионе напоминают только осветительные мачты. Их сносить не будут. Опоры укрепят, лампы заменят на энергосберегающие. А вот все остальное предстоит возвести заново. И самая ответственная часть – поле. Это тренировочная площадка по требованиям ФИФА к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Есть жесткие, четкие, понятные требования. Какой должен быть газон натуральный он должен быть. И он должен быть выселен в сентябре этого года. Финансирует масштабную перестройку стадиона Министерство обороны. Объект обойдется ведомству в 330 миллионов рублей. Первый объект в настоящее время. Стадионы мы не реконструировали ранее. Здесь будет построен стадион. И полноценное ядро стадиона с подогревом. Кроме того, будут сделаны трибуны на 500 мест, крытые. А еще в проекте административно-бытовой комплекс с раздевалками, конференц-залом и пунктом питания. Справиться с работой строители обещают к декабрю. А в областном правительстве обещают глобальную переделку внимательно контролировать, чтобы зимой никаких неприятных сюрпризов. Название мяча Чемпионата мира по футболу объявят осенью. Но сомнений нет, что оно должно быть таким же ярким и запоминающимся, как «Красава». Правда, для сборной России на Кубке Конфедерации «Красава» удачным не стал. Будем надеяться, что мяч с новым названием станет фартовым для российских футболистов. А мы заканчиваем. Будьте здоровы!